Тему сближения Армении со странами Запада и к чему это может привести, обсудим с Асимом Молазаде, депутатом парламента Азербайджана. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине при участии США, как я уже отметила, Еврокомиссии, планируется трехсторонняя встреча по вопросам в том числе безопасности Армении. Хотя, по факту, безопасности Армении ничего не угрожает. Вот каковы интересы стран Запада на Южном Кавказе, на ваш взгляд? Я думаю, что идет очень интересная игра. На самом деле, безусловно, Армении ничего не угрожает в военном плане. Нет никакой страны, которая была бы заинтересована в каком-то военном наступлении на Армению. Но есть интересная игра, которую ведет Армения. Она делает вид, что у нее отношения с Россией серьезно испортились. Точнее, Армения прерывает все свои отношения с Россией. И одновременно идет огромный рост товарооборота между Арменией и Россией. Что случилось? А случилось то, что многие западные страны, которые ввели санкции против России в виде войны в Украине, используют Армению для того, чтобы все санкционные товары вкли в Россию через Армению. Идет серьезный заход. Многие западные компании, они хорошо зарабатывают вместе с Арменией на наличие этих санкций. И при этом делается вид, что Армения убегает от России, поэтому ей угрожают турки, Азербайджан вместе с Турцией, Россия. И нагнетается атмосфера вокруг того, что бедная, несчастная Армения сегодня находится в ужасном положении. На самом деле, Армения очень хорошо зарабатывает. И Армения смогла заработать на огромном количестве санкционных товаров. И одновременно речь идет как о военных товарах, так и о товарах двойного назначения, используемых вооруженными силами в России в различных устройствах. И я думаю, что вот эта игра, когда и Запад делает вид, что он агрессивно поступает против России, и своими санкциями удушает Россию, и вроде бы и Армения убегает от России, и на самом деле появился очень хороший мост, позволяющий многим западным компаниям избегать обходить все санкции. И Армения на этом прекрасно, в посредничестве прекрасно зарабатывает. В общем, идет игра. И в этой игре Армения сразу за всех. Она и за Россию, она и за Запад, и одновременно она бедная несчастная страна и народ, который находится под страшной мусульманской киркской угрозой. Вот эта игра, и эту игру, похоже, ведет очень активно президент Франции, который вроде бы напуган мусульманской агрессией не только в отношении Армении, но и в целом для Европы. Это страшнейшая опасность. И та атмосфера, которая сложилась в европейских странах в связи с огромным количеством мигрантов, в связи с стереотами грубыми нарушениями прав человека, эта истерия, она еще больше нагнетается в преддверии выборов в европейский парламент, где, судя по всему, все радикально правые партии, скорее всего, выигрывались. И Макрон на этом плане пытается выглядеть еще более фашистов, чем они, для того, чтобы хоть каким-то образом спасти ситуацию для своей партии. И он разыгрывает роль Наполеона, боксера Рокки, недавно были очень смешные фотографии с ним. И вот эта ситуация, безусловно, отражает тот провал, который сегодня мы видим в европейской политике. Да и в преддверии выборов Соединенных Штатов Америки придется, видимо, отвечать властям. Да, многие ошибки, когда и в политике на Ближнем Востоке, и в политике, связанной Украиной, которая просто стала жертвой этих игр, мы видим серьезные недостатки. И вот в этой игре Армения превратилась как бы в посредника, который работает и на экономическом, и на политическом поприще. Но все же ситуация напоминает начало конфликта России с Украиной, сближение с Западом, например, ухудшение отношений с Москвой. Неужели в Армении не видят, что мир с Азербайджаном гораздо более выгоден, чем сценарий, который, к сожалению, случился в Украине? Они будут играть эти игры, потому что на этих играх очень хорошо зарабатывают. Зарабатывают они огромные деньги и за счет России, и за счет европейских, и в целом западных стран. Они не перестанут играть в эту игру и делают все возможное, чтобы на каждой мелочи зарабатывать посредничество и как можно больше. Именно потому Армения говорит о мире, но не делает ни одного шага в нужном направлении, потому что вот эта ситуация позволяет ей на последничестве зарабатывать огромные суммы. Так с российской стороны, так и со стороны Запада. Я думаю, что Азербайджан предпринял эти шаги, создав самую современную армию. Важные силы Азербайджана сегодня находятся на таком уровне и в отношении оснащений, и в отношении подготовки, что нам не Армения, не подобные ей силы никоим образом не могут угрожать. Здесь идут игры, и вот эти игры, они связаны с тем, чтобы не дать, во-первых, чтобы был мир, чтобы была стабильность, но какой-то новый второй фронт открывать здесь никто не собирается. Они на той ситуации, на вот той жертве, которая принесена Украиной, очень хорошо, успешно зарабатывают. Поэтому ни о каком втором фронте, ни о какой угрозе для Азербайджана не может идти речь. Никто не посмеет нам угрожать. Просто на это у них силеных не хватает. Азербайджан не один. Азербайджан имеет серьезных союзников. И в этом направлении мы будем продолжать усиление своих вооруженных сил и способны отразить любую угрозу. А вот чем все-таки может обернуться для Армении такое сближение со странами Запада? Вот в негативном ключе, если рассматривать ситуацию. А на самом деле сближения же нет. На самом деле есть договоренность. Сегодня Россия использует Армению как свой форпоз в Европе и на Западе. Благодаря Армении обходит все санкции и хорошо на Армении зарабатывает. И потому обратите внимание, ничего Армении никто не уважает. Она не уходит от России. Она играет для России. И хорошо играет, и хорошо на этом зарабатывает. Но все-таки страны Запада стремятся как-то, мы видим, шаги, которые направлены на то, чтобы отдалить Армению от России. Либо это тоже своего рода игра с западных сторон, зная о том, что... Я уверен, что это игра. Это абсолютно игра со стороны Запада, которая общается с Россией благодаря посреднику Армении. И многие западные фирмы, они, значит, обходят санкции, которые были в отношении России благодаря играм с Арменией. И Армения прекрасно работает. Обратите внимание, уже были в западной печати огромное количество статей, которые демонстрируют то, что сегодня Армения получила огромную сумму. И торговый баланс между Арменией и Россией вырос многократно. Если она убегает от России, откуда же такой родственник? Никуда она не убегает, да и не может она убежать от России, потому что практически вся энергетика, промышленность, транспорт в Армении принадлежит России. Они уже давно все это передали за долги России. Все, значит, ключевые позиции в армянской экономике – это российские предприятия. Поэтому идет игра, и эта игра, в общем-то, для тех, кто не понимает ту ситуацию, которая сложилась в связи с войной Украине, в торговле между Западом и Россией, наличие этих санкций, на самом деле только видимость. Была информация о том, что, скажем, такой важный для Запада продукт, как титана. Основным пособщиком является Россия для многих западных компаний. Так вот, 600-кратный рост торговли и покупки титана у России – миллиарды долларов, выплаченные Россией. О каких санкциях идет речь? Идет игра. И жертвой игры стал, конечно, украинский народ. А Армения является очень важным посредником, который вроде делает вещь, что обманул всех. Спасибо вам, что подключались к нашей студии. На прямой связи со студией был Асим Мулазаде, депутат парламента Азербайджана. Асим Мулазаде, депутат парламента Азербайджана.